Тут уже для более взрослых детей, когда уже кормить начинают их, не уже не с соски, а вот с вилки, с ложки, есть пластиковые, есть силиконовые, такие мягкие, тоже блендеры, миксеры продаются также тут. И сразу же сет можно взять, например, чтобы не запаривались по отдельности, там не искали какие-то вещи, вот сразу можно, вот этот бренд этого магазина, Качан Хон По и Райчел, можно взять сразу такой набор. Также идут зубные пасты для детей, я такого не знал, что вот есть, оказывается, отдельная зубная паста для детей, можно заказать, ну и чистить им зубы после еды. Здесь не обычной своей пастой, а вот детской, 500 йен за упаковку, ну и также здесь вот как по ходу ополаскиватель для рта идет. Так, очистить им зубы, я понял, а вот этими штуками, да, вот, такие зубные щетки интересные. На самом деле я их такие не видел, вот, видите, там, в зависимости от того, сколько зубов, вот здесь написано от 0 до 4 зубов, 5, 8 зубов и 9, 11 зубов. Вот такая начальная, потом вот побольше и уже такая вот становится, когда много зубов там, ну вот разного рода зубные щетки. Даже есть электрические термометры, эти, которые лазерные. Моющие, как это, мыло, да, мыло для детей, 600 йен стоит. Что еще здесь есть? Ну это чистящие разные палочки, пудра. Это я не знаю, что за аппараты. Даже здесь есть у них эти ванночки для купания. И сразу рядом с ванночками для купания детские шампуни, детское мыло. Очень удобно. Где-то ванночка стоит 1000 йен. Недорого в целом. 1000 йен, корзинки. Есть даже, я насколько помню, да, вот типа такой штуки. То есть туда кидаешь эту самую, например, памперсы, да, или еще что-то. И он автоматически заворачивается в этот самый пакет и складируется внизу там. То есть такая система. То есть не надо каждый раз самому класть, а вы просто кидаете, и она сама заворачивается там. Очень удобно. Это вот такого плана. Ну, также здесь вот есть... Это для салфеток. Туалеты разные уже под размер. Там смотрите, хотите большой, хотите маленький. Салфетки. Ну, салфетки, кстати, влажные. Здесь очень много брендов. Вот, я как говорил, Пиджон один из известных брендов. Памперс есть также. Муни. И Акачан Хонпо, вон там. Что касается подгузников. Ну, вот, самые известные эти памперсы, да. Но они бы дороговато, конечно, 1300 стоит за упаковку. Йен. Там 74 штуки внутри. Один из самых популярных, это Мэрис. Мэрис вот, типа, такого плана. Это тейп, они у них есть, да. И есть второго плана. Это как, ну, типа, штаны. То есть, или такой, или такой. Там выбираете уже, смотрите. Тут написано, сколько веса и сколько штук. Вот, соответственно, цена такая же 1300. Ну, для тех, кому надо много, вот тут даже коробки прям продаются. Ладно. Тут уже для более взрослых детей игрушки, раскраски и все остальное продается. Так же, как магазин игрушек. Это уже, нах... Много здесь разных игрушек. Книжек. Вот для детей разные. Для развития, как я понял, это чтобы зубы развивались. То есть, это вот кусать их. И разные модификации. Плюс есть всякие погремушки. Погремушки, да, тоже интересно. Для более взрослых детей уже вот палочки уже дают тут. И здесь вот машинки. Это уже для игры в ванной. Ну что, мы добрались до колясок. Тут в самом конце они. Это один из известных брендов Pigeon также здесь. Но цены, конечно, немного шокируют. Под 60 тысяч за коляску. Это много. Ну-ка. А вот и это 60 тысяч, да? 70 тысяч. Не, ну я не знаю, конечно, может быть они и классные, конечно, эти... Такие коляски. Варнинг, Варнинг. Априка. Один из других известных брендов Априка. И еще есть этот самый. Вот там они, по-моему, находятся. Эти смарт-энджелы. Также в Японии очень популярны рюкзачки для детей. Вот такие вот рюкзачки одеваются. И вот ребенок там или спереди, или сзади. Там как удобно его крепишь. И здесь можно кармашки разные вещи класть, чтобы удобно ухаживать было за ребенком. Ну, цена в среднем где-то 8-10 тысяч йен такой штуки рюкзака. Ну вот, например, да? Такая вот коляска уже 50 тысяч йен стоит. Есть еще вот Априка за 39 тысяч йен. Априка Комби. Комби вот тоже один из известных брендов. Даже за границей очень популярен. Насколько я знаю. Где-нибудь там в Америке или еще где-то. Это коляски уже вот на 2 их. Но уже не так дорого стоит. 36 тысяч. Это за 35. Все дешевле, чем за 60. Для автомобилей, как я понял, вот такие штуки. Это уже автоматический, скажем так, укачиватель. Можно его так назвать. То есть ты кладешь, и эта платформа подвижная. Она автоматически ребенка укачивает. Рекарос. Да, смотрите, есть бренды автомобильные, которые делают автомобильные кресла. И можно купить такое же кресло для ребенка. Но это для машин. Уже кладется такое детское кресло для автомобилей. С безопасностью тут уже, я думаю, проблем никаких не должно быть. Вот такие штуки взять. А это уже для более взрослых детей. Можешь взять, типа подушку уже под сиденье поставить. Ну и вот, да, вот такие уже более простые сиденья, как бы для детей. Поставил сюда вот его в машину, и можно спокойно ехать. Ладно. Ну что, велосипеды есть еще. Велосипеды. Так, как я понял, это уже для квартиры такие штуки. Можно сделать, типа его вот. Она вот так вот работает. Как бы очень легко двигается платформа для того, чтобы легко качать ребенка. Очень удобно. И есть еще вот такого плана. Это тоже кладешь, и она работает вот так вот. То есть на пружине там. Ладно, пошли дальше посмотрим. Пикачу здесь есть. Такие вот резиновые, на которых ездить можно. 8 тысяч стоит такой Пикачу. Блин, дорого, конечно. Товары для дня рождения. Это те, кто вот отмечает дома или еще где-то вот тортики какие-то испечь или что-то еще с цифрами. Ну, есть, конечно, сеты недорогие по 1000 йен. Это, конечно, дорого, но вот за 300 йен вполне нормально взять такую штуку. Да. Пойдем дальше. Игрушки здесь продаются также для детей. Но это уже для более взрослых. Есть как вот... О! Музыка играет. 3000 стоит такая штука. Есть еще другие игрушки. Вот типа пианино по 2,5. А вот этот... А вот этот... Эрик Карл. Эрик Карл. Это вот типа тоже известный бренд. Very Hungry Caterpillar. Очень голодная гусеница. Она типа пожирает там постоянно эти фрукты. И говорят... Ну, многие вот читали, может быть, даже эту книгу. Это вот, кстати, сама книга здесь продается. 990 йен стоит. Либо можно вот какие-то мат взять или вот такую игрушку для ребенка. Потом здесь уже вот для... Когда вот он лежит или где-то над кроватью у него повесить такую вот игрушку можно. Очень удобно. Также здесь вот есть игрушки. Неваляшки разные. Все-все-все. А вот прикольные. Такие вот игрушки. Со звуком. Да, и собачки разные. Тоже классные. Ну, стоит как бы, конечно, дороговато. 1400 йен. Если по 700 йен. Здесь вот автобусы японские. 3000 йен стоит. Но это уже для более взрослых детей. Что тут есть еще такого интересного? Игровые всякие вот секции. Батуты. Батуты. Горки. Если у вас большая квартира, позволяет. Можно себе взять такую, я думаю. Потом. Разные домики строить. Какие-то конструкторы такие детские. Удобно. Ну, вот уже более дешевые кроватки. 26 тысяч йен. Недорого в целом. Для новорожденного кроватка. Деревянная. О, машинки. Мерседес. 8 тысяч стоит. А вот это, я так понял, уже для двоих, видимо, для детей. Или для более взрослых. 33 тысячи йен стоит. Также футоны. Я так смотрю, здесь уже есть сеты. Готовые. Ну, конечно, с футона дороговато выходит. Где-то за 40 тысяч йен футон. Тут вместе с постельным бельем. То, что удобно, конечно, но дороговато. Вот типа такого Снупи, да, 23 тысячи йен стоит. Японская. Made in Japan. Да. И это тоже вот здесь Made in Japan. Здесь наборы для типа матрасы. Ну, тоже как бы матрасы, футон. И мы добрались туда. Игрушек Томика. Многие, кто был в Японии, знают, что это за бренд. И это очень известный бренд по производству разных игрушек, разных машинах. И здесь вот представлено очень большой выбор этих наборов. Как под номерами они все идут. Плюс есть наборы уже с несколькими машинками. Можно как по отдельности взять, так и вместе. Также есть поезда. Ну, это для любителей поездов. Шинкан сцены разные. Цена одной машинки примерно, ну, 400 йен. Где-то так выходит. Соответственно, где-то 300 рублей. Что-то такое. Ну, и здесь вот, как вы видите, цена за такие наборы где-то по 3000 йен. Да. Также наборы для детей. Как я понял, это мат. Чтобы они играли, где-то постелить. Ну, вот такой вот сет стоит где-то 750 йен. Ну, есть за 1000 йен еще. Неплохо. Есть складные, также кроватки за 28 тысяч йен. Априка. Вот такая штука. И вот, что мне понравилось, конечно, вот такие штуки здесь есть. Или вот как пчела. Это значит, такой специальный рюкзачок одевается ребенку за спину. И он, если будет падать, то есть вот так оно выглядит. Если он будет падать, то он головой, ну, будет защищать, ну, как бы не удариться о пол. То есть, если ребенок будет падать, то он головой не удариться о пол. И вот эта штука самортизирует ему. Удар. Будет мягкий. Здесь разного рода. Вот слоны, свиньи, собаки, пчелы. А вот только нет. Зверинец, в общем. Столики для питания. Также есть. Цена, правда, что-то дороговато. 20 тысяч. Я не знаю, кто будет покупать за такие деньги. Но, если он регулируемый, то норм. И в самом конце здесь продаются у них ворота или же заборы для детей. Это, чтобы он никуда не убежал. Например, если там есть у вас лестница или еще какие-то опасные в доме предметы, куда ему нежелательно заходить, то вот надо такую штуку ставить. Я так полагаю, это здесь есть вот как с калиткой, так и без калитки. Без калитки вот такого плана. Как бы видите, да. 13 тысяч стоит. Здесь есть за 20 тысяч. И есть за 10 тысяч. Ну, то есть разные размеры, разные цены. Также и манеж есть вот такой вот прям. Загон для ребенка. Можно туда его загнать и накидать игрушек. И пусть играет. Как бы все нормально. Стоит он 14 тысяч. Ну, вот и все, что я сегодня хотел вам рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok